Доклад, который я здесь представляю, посвящен не освещен еще здесь теме теме электрохимического восстановления пленок из оксида гарафена Подчеркиваю, именно пленок это очень интересный и важный материал на мой взгляд Электрохимическое восстановление оксида гарафена я считаю, что это является достаточно самостоятельным методом который позволяет нам достаточно много получить интересной информации о материале В отличие от других методов общеизвестных заключено в том, что электрохимический метод достаточно мягкий метод воздействия на оксида гарафена В результате мы не можем восстановить крепко связанные оксида, которые в основном находятся на боковых кранах частичек гарафена а восстанавливаем в основном только функциональные группы связанные с базальной или базовой поверхностью нашего оксидно-гарафенового материала или оксидно-гарафеновой пленки То есть, в конечном итоге, мы имеем дело с частично восстановленным оксидом гарафена Хочу сразу же сказать, что вообще-то частично восстановленный оксид гарафена, на мой взгляд, занимает достаточно большую долю науки гарафена Хоть оно мало освещено, здесь немножко говорили о последовательном талировании с изменением свойств То есть, мы же здесь идем обратными итерациями, мы последовательно восстанавливаем И мы можем получить огромный огнем свойств, реально применимых для практических использований Какие же свойства нас в первую очередь интересуют? В первую очередь нас интересуют, конечно же, гемкостные свойства, которые можно использовать в конденсаторах Здесь, конечно, огромная поверхность, и мы не можем ею пренебрегать Второе. Сорбционные свойства. Сейчас активно используется информация о сорбционных свойствах частично восстановленного оксида гарафена в железе для создания новых материалов в литий-ионных аккумуляторах Я думаю, как раз тот доклад, который должен был быть, он касался этого Потом каталитические свойства. Здесь как раз говорили о топливных элементах только что Могу сказать, что в данном случае возможности также достаточно велики Возможности модификации частичного восстановления То есть частичного восстановления оксида гарафена может использоваться как катализатор и эффективный носитель И далее полупроводниковые свойства Здесь, конечно, известны, самым интересным является это резистивные переключения эффекты Ну и также все остальные электронные устройства, которые мы можем получать и на частичном восстановлении оксида гарафена Поскольку речь у нас идет о электрохимическом восстановлении Я должен пару слов сказать об проводимости оксида гарафена Обычно принято считать, что оксид гарафена является диэлектриком Но это не совсем так В первую очередь могу сказать, что оксид гарафена является прекрасным ионным проводником Вот, например, пленки оксида гарафена могут даже конкурировать с мембранами нафиона Которые только что вам показывали Про которые рассказывали Если в полностью увлажненном виде нафиона, например, на порядок будет превосходить По протонной проводимости оксида гарафена пленочка То в осушенном состоянии пленки оксида гарафена уже будут существенно превосходить По протонной проводимости нафиона Я здесь специально этих данных не привожу Потому что немножко другого касается Я просто хочу рассказать, что здесь, конечно, огромный объем для возможностей исследования И, как говорится, использования подобных материалов Что касается электронно-тверочной проводимости Здесь тоже все не так просто На самом деле, в особенности достаточно тонких пленок Это первые микроны Существует индуцированная проводимость Мы можем, фактически, манипулируя Изменяя контакты разных типов проводников Подводят пленки Мы можем увидеть, что у нас, на самом деле, проводимость Может быть, от полного запирания Изменится до достаточно высокой электронно-тверочной проводимости Вполне фиксируемой на пленках толщиной 3-5 микрон То есть, это такой вот интересный факт Который также мало озвучивается То есть, на пленках, которые на несколько порядков превосходят длину Свободного пробега электрон Таким образом, перейдем Теперь уже непосредственно к основной работе Которой проводим Эпидемическое восстановление Проводилось в самых разнообразных ячейках Это ячейки нашей Физической химии и электрохимии Универсальные ячейки Также ячейки, собранные в лабораториях И испытанные в лабораториях Компании АКОЛАП Ячейки отличались разными электролитами Разными только подводящими элементами То есть, это может быть и никель Это может быть и золото, и углерод Главное различие в ячейках как бы их два Ячейки можно подразделить на симметричные ячейки По своей природе это понятно Ячейки, в которых электроды неразделимы И рабочие, и вспомогательные один и тот же Это оксид гокрафена на какой-то подложке проводящей Это симметричный электрод Симметричная ячейка И асимметричная, которая, конечно, для практики Прямого интереса не имеет, но она очень интересна С точки зрения науки Асимметричная ячейка, в которой у нас рабочий электрод Используемый оксид гокрафена Вспомогательный электрод По емкости очень сильно Примерно в 100 раз Или в 1000 раз Отличается от емкости рабочего электрода Таким образом, напряжение такой ячейки Определяется только поляризацией рабочего электрода И мы можем исследовать не напряжение ячейки Как разница потенциала двух электродов А непосредственно изменение потенциала рабочего электрода И здесь мы можем как бы издеваться над ним Как мы заходим над электродом Не учитывая вообще влияние на вспомогательный электрод То есть таким вот образом Это такая научная уплавная ячейка Перейдем к асимметричной ячейке Вот здесь показана циклическая такая Грамма первых циклического восстановления оксидографена На пленочке вот в этой самой асимметричной ячейке Она здесь по потенциалу Это не напряжение Это как раз изменение потенциала нашего рабочего электрода Как можно видеть В начальном моменте емкость фактически равна Ну если не нулю, то очень маленькая ведь емкость Токи восстановления маленькие И уже к 12 циклу мы наблюдаем увеличение емкости Увеличение токов восстановления На 22 цикле мы получаем фактически максимум Ну там может быть максимум На другом Ну фактически максимальную величину По токовым восстановления И уже в очень большую емкость Так что прирост начинает спадать И ток восстановления из самой емкости В конечном счете наша циклическая Больтамперограмма стабилизируется На какой-то определенной емкости Соответствующей емкости оксидографены Вот очень интересный факт Связанный с тем, что у нас ток восстановления Проходит через максимум и спадает Казалось бы, факт тривиальный На самом деле он не совсем тривиальный Я потом немножко на нем установлюсь Более важная на самом деле характеристика Точнее, я считаю, она самая важная характеристика Отличающая электрохимический метод от других методов Это как раз та характеристика Что мы можем получить в величину необратимого заряда Для пошедшего на восстановление нашего оксидографена Но представим себе, что ни в физических, ни в химических методах восстановления Мы не можем сказать, сколько электронов конкретно у нас провалилось в оксидографена И там осталось в зоне проводимости Здесь же мы с высокой точностью можем выйти показать величину Скажем, здесь 1900 кулон на грамм То есть просто сказать точно, сколько электронов из внешней цепи пришло на восстановление И сколько их осталось Вот, не вышло обратно Значит, во всех экспериментах они немножко варьируются Здесь у нас интервал необратимого восстановления От полутора тысяч кулон на грамм оксидографена до двух тысяч кулон на грамм оксидографена Сюда, правда, надо сказать, что входят еще и паразитные некие емкости Но мы их не будем сейчас особенно обсуждать Это восстановление кислорода в воздухе, который остается в ячейке Это возможный саморазряд при достаточно глубокой поляризации Но этот вклад очень небольшой, в пределах 10% Теперь перейдем к как раз тому, о чем я говорил О изменении прохождения через максимум токов восстановления Если посмотреть как растет емкость от циклирования Если посмотреть как растет емкость от циклирования Тут видно, что она имеет совсем не линейный характер Ярко выраженный сигмоидный характер Причем, вроде бы, логично было бы предположить Что характер должен быть линейный Если у нас идет послойное восстановление оксидографена У вас есть пленка, которая контактирует с проводником которому мы даем определенный потенциал и логичнее всего предположить что это химическое восстановление пойдет послойно на первом цикле тоненький слой восстановился потом дальше 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 в общем и целом мы должны видеть как картину хотя бы близко приближающийся к началу начальной части к линейной мы же видим очень яркую седьмой очень интересный факт который может трактовать по-разному импеданс при этом тоже необычный потому что на первых там не знаю пяти циклов которые мы сидим у нас меняется только действительное сопротивление а мнимое сопротивление которое определяет собственное юнкс фактически не меняет это можно трактовать все это немножко по-разному может быть накоплением чего-то мне лично больше всего нравится идея того что все-таки много является электрическая электронно связанной системой и в начале когда мы восстанавливаем пленку мы допируем не какой-то тоненький слой отдельно из электронами адапируем всю пленку и пока мы не вышли на определенную электропроводность всей пленки то есть когда мы не привезли в некий базовый уровень по так сказать электропроводности мы емкость не растет во всяком случае измеряемая на ячейка двойного электрического слоя и не растет вот такая трактовка мне ближе всего но на самом деле здесь возможны и другие варианты теперь перейдем к симметричным ячейкам симметричные ячейки как я сказал это в априори ячейки которые оба электрода одинаковые дело в том что поскольку я перед этим показывал что у нас на восстановление идет большая необратимая емкость то в симметричные ячейки мы обязаны никуда не денемся потому что система замкнута такую же необратимую емкость дать электроду только на уровне окисления то есть чтобы сохранить симметрику ячейки нам приходится поляризовать его глубокой положительной глубоко отрицательной области с полной переполюсовкой ячейки мы все время меняем полюса доходя каждого из электродов до некого потенциалов в основании вот такая картинка при этом наблюдается от цикла в цикл идет увеличение емкости здесь кстати говорят тоже проявляется эффект от нелинейности начальность тоже есть нет инерционности или я не знаю релаксации как угодно можно система где емкость в начальном этапе растет достаточно медленно потом на некий теперь наверное самый экзотический случай который сам я не ожидал что мы увидим дело в том что мы получили возможность создать мембранно-электродный блок конденсатора вообще в отсутствие всякой электронии мы собрали ячейку абсолютно сухую ячейку то есть только то влага которая там 15 20 процентов которые присутствуют собрали и начали ее поляризовать неожиданно для себя мы обнаружили что существует некий интервал напряжения уже существенно больше когда пленка начала восстанавливаться причем восстанавливаться равномерно с одного края и другого края фактически я перед этим говорил что сама пленка является ионным проводником то есть в центре остается не восстановленная пленка по краям образуется пленочка толщиной 5 микрон начала превращаться волшебным образом в конденсатор вполне себе хорошо работающий без всякого электролита вот примеру покажу что ну здесь вот это вот не просто прямая это начальная емкость которой мы начали работу а вот тут не емкость сотового цикла но здесь видно что здесь 200 до 300 раз разгон емкости колоссальный как мы видим мы понимаем что в конечном что такой метод восстановления закончится одним и логическим процессом это пробивка все-таки в конечном счете пробоем да ну потому что рано или поздно где-то мы найдем детек по которому начнется электронная проводимость то есть пробоем действительно это все и закончилось значит но но как бы ну просто если бы я не навел пробоем получил очень хороший конденсатор да значит теперь мы посмотрим чем отличаются вообще симметричные и симметричные методы восстановления то вот здесь показаны циклические вольтамперограммы по потенциалу в трехэлектронной схеме для симметричных симметричных схем уже окончание восстановления в тех условиях когда уже емкость не растет то есть видно что асимметричная схема показывает существенно более низкую емкость чем схема симметричная ну и по форме привык отсюда можно сделать первое предположение о том что все-таки такое различие в емкостях определяется прежде всего ксевдоемкость здесь огромные корбы появились которые не похожи на двойной электрический слой скорее всего ксевдоемкость теперь немножко морфологии морфологические пленки очень достаточно равномерные симпатичные внешне они напоминают некую мозговидную структуру так скажем да но это понятно потому что их природообразование не такое что они потом когда восстанавливаются начинается увеличение такой вот рельефной структуры просматривая ее в более детальном варианте мы не нашли существенных каких-то дефектов трещин пор в общем пленочки вполне себе кондиционные уже в установленном виде их можно использовать переносить собирать из них любые конденсаторы если мы брали исходные пленки можно собрать огромные напряжения конденсаторы всегда спектр пропустят просто главное что важно что симметричная схема более диабол-хемическими разнообразные полосы чем в асимметричной схеме и теперь немножко перейдем к механизму чтобы было понятно на самом деле если для асимметричной схемы где только восстановление идет у нас химическое механизм понятен более-менее у нас фактически идет удаление поверхностных функциональных групп с базальных поверхностей а боковые, крепко связанные с функциональной группой более-менее остаются может быть немножко трансформироваться вообще эта химия в этом смысле сильно может окислять но достаточно слабо восстанавливать в таких средах а вот в случае симметричная система нам необходимо предположить процесс окисления который был бы соответствующий процессу восстановления иначе мы не можем как бы посчитать электроны в цепи как бы у нас размыкание происходит мы сделали предположение что процессом окисления является отгорание карбоксильных групп на боковой грани в конечном итоге карбоксильная группа переходит если при полном окислении то в углекислый газ в СО2 и на боковой грани остается углерод закрытый карбонил а вот переход в динаму предполагается что поверхность отдельных чешуй на базальных окрасных окрасных обучительно достаточно близко к окрасным а боковые структуры которые в основном приобретают карбонил хенонного типа. Теперь посмотрим на то, что в результате симметричной системы получаем. Это как бы начальная часть, а вот эта вот получилась в конце циклирования. Здесь видно огромные карбы. Это псевдоемкость, несомненная псевдоемкость, причем очень важный факт. Почему мы можем говорить с достаточно высокой долей и с вероятностью, что эта псевдоемкость определена именно кедрохенонным переходом. Дело в том, что она очень обратима. Вот в эту сторону мы циклируем, у нас потенциал перехода к катодному и анодному переходу близки. То есть это говорит о очень высокой обратимости, а в принципе предположить других реакций, кроме кедрохенона, высоко обратимых мы не можем. В этом примере мы предполагаем, что у нас такая вот псевдоемкость. Общий привод я не буду сочетывать, я от себя немного. Я считаю, что вообще частично установленные оксиды грофена это очень интересное направление. Здесь можно получить действительно очень много практических применений. К тому же электрохимические методы, чтобы не обижать химиков, скажу, что технические методы, они позволяют нам фактически работать как скальпель. То есть потенциал это фактически скальпель. Мы можем вытаскивать очень тонкие фрагменты, восстанавливать определенные типы, определенные энергии связи, в общем в целом при этом получая точную картину, сколько чего мы восстановили и сколько электронов мы отдали на это восстановление. Звучит музыка. Продолжение следует...